Всем привет, вы на канале Сергей Гончаренко и сегодня у нас новая посылочка, в которой находится Xiaomi Mi TDS Pen Water Tester В общем, вещь, с помощью которой вы сможете определять качество воды то есть, можно ли использовать ее как питьевую или же нежелательно, либо же вообще крайне нежелательно Если вам интересен более подробный обзор, оставайтесь с нами и смотрите далее Итак, покупал я, если я не ошибаюсь, на Алиэкспресс Это была цена, стоимость данного тестера составляет от 5 до 7 долларов То есть, заказывал я давно уже, но ту точную цену не помню А примерно могу сказать вам, что как и стоит Так, давайте же смотреть, что нам пришло Вот она полностью запечатана Да, стикер он еще есть Стикер здесь, может уже отклеился Так, здесь, как мы видим, все у нас на китайском Поэтому сильно на этом заострять внимания не будем Я немножко позже покажу, как он работает и для чего он предназначен Так, давайте же открывать его Внутри какая-то карточка Опять-таки на китайском нам непонятно Итак, вот такой вот он имеет вид Вот этот колпачок, он снимается Внутри у нас находятся элементы С помощью которых, когда мы пускаем воду Он тестирует качество воды Здесь у нас расположены две батареечки Они рабочие, как вы видите, батарейки идут в комплекте Несмотря на то, что не у всех устройствах батарейки идут в комплекте Есть вот такие вот обозначения МИКОМ, не знаю, не знаю, не знаю, что здесь обозначают вот эти вот иероглифы Ну и если вам интересно, то давайте немного окунемся более подробно в эту сферу Точнее, в сферу определения качества воды Итак, Xiaomi Mi TDS Почему TDS? Ну, измеряется он именно в TDS Что это такое? Это степень, так скажем, минерализации воды Или, по-другому сказать, это содержание неорганических солей Таких как кальций, магний и органических компонентов Это ацетат аммонии, тяжелых металлов Таких как хром, цинк, свинец и медь В общем, другими словами Это прибор, который сможет определять жесткость воды Ну, вы знаете, жесткая вода плохо, мягкая вода хорошо Ну, либо же жесткая хуже, мягкая лучше В PPM он измеряет То есть PPM там есть от 0 до 600 PPM Если я не ошибаюсь, мы сейчас посмотрим более подробную таблицу Итак, измеряет он в PPM Что означает вот эти вот PPM? Ну, это, так скажем, единица измерения Например, есть у нас 100 PPM Это означает, показывает, например, тестер 100 PPM Либо 200, либо 300, либо 500 Ну, неважно Это означает, что в одной молекуле, в одном миллионе молекул воды Состоит столько-то веществ Например, вот это вот как раз выражается в PPM 100, 200, 300, 500 или более Как же работает? Работает он вот эти вот, как вы видите, тестеры Или вот эти вот пробнички Он измеряет с помощью электропроводности воды К примеру, у каждого элемента, который содержится в воде Разная электропроводность Вот по сути, по измерениям он уже может сказать Насколько мягкая, жесткая, либо содержатся минералы в данной воде С помощью вот этого электропроводения И давайте сейчас перейдем к таблице В таблице сейчас указано То, какая вода должна быть и какая может быть Обратите внимание, что от 0, точнее от 5 до 50 Это идеальная питьевая вода От 0 до 5, по идее, должна быть дистиллированная вода В дальнейшем у меня есть дистиллированная вода Мы протестим и дистиллированную воду И обычную из-под крана, и кипяченую, и теплую И в общем разную Итак, дальше смотрите От 50 и где-то до 150, 180 Это питьевая вода из подземных и горных источников Вода очищенная угольными фильтрами То есть, вот это вот идеальная получается питьевая вода От 0 до 50 и до 200 Дальше еще, в принципе, неплохая вода От 180 и до 300 Это предельно допустимая питьевая вода С высоким содержанием примесей Искусственно минерализованная вода То есть, ее пить можно Но уже нежелательно Она уже не является такой хорошей для употребления Человеку, либо любого другого живого Дальше от 300 до 400 Это непригодная вода для питья 500 ppm Это вода опасная для здоровья Попросту-напросто Такую воду пить просто не стоит А сейчас, основываясь на том, что мы посмотрели На той таблице тех знаний, которые мы только что получили Измерим воду, которая у нас сейчас есть Итак, первая Это дистиллированная вода Включаем тестер И опускаем Ну и как вы видите Дистиллированная вода 10 ppm Дистиллированная вода Это сделано по принципу Домашней дистилляции В общем, может быть Не идеально дистиллированная Может где-то что-то остается Но в общем А может быть небольшая погрешность Вот если таким вот образом Немножечко наш тестер стоит Тогда значение TDS Опускается до 9 То есть, ну сейчас мы видим 10 TDS Дальше у нас идет Талая вода Теперь талая вода И как вы видите Талая вода Точно так же показывает 10 Это означает то, что это действительно Талая вода Считается по типу дистиллированной Но это не означает то, что Ее можно пить Она освобождена от таких Примесей разных Но Она может быть попросту-напросту Ну не чиста Поэтому я просто взял Немножко верхний Со двора Верхний слой снега Снял и положил И растопил ее Ну и как вы видите Показатель 10 TDS Дальше Теплая вода Из-под крана Смотрим Значение 280 Но немножко падает В общем, как вы видите Если усреднить Это значение 280 А 280 Как мы помним Это уже не совсем Прикодная вода Для питья То есть идеальная вода Для питья Это около 100 До 200 Еще кое-как Так, теперь Обычная холодная вода Из-под крана 270 Ну практически То же самое Что горячая Что холодная Примерно Одинаково Там 270 280 Разница Практически Незначительная И я хочу сказать То, что я живу Относительно Далеко От города Миллионника И у нас считается Одной из чистой Ну не одной Может быть Но чистой водой Которую можно пить Реально Из-под крана Как вы видите Ее нужно Или желательно Пропускать Через какой-либо Фильтр Так Что холодная Что горячая Без разницы Ну и последнее Точнее не последнее Мы еще конечно Я сейчас наберу Из-под фильтра Так И это у нас Кипяченая 269 Ну практически 270 То есть Ну разница Между Кипяченой Разница между Холодной И горячей И вообще Практически Никакой Это одна И та же вода Которая Не избавляется От каких-либо Примесей Это одинаково Так скажем Жесткая Вода Которая Стоит Тут в пределах 260 280 Еще раз Для того Чтобы убедиться Что наш Тестер Работает Опустим В талую Значение 11 ppm В прошлый раз Было 10 Ну может Как я и говорил Какая-то капелька Просто-напросто Осталась Или частица Еще там И еще раз Вот это Вот обычная Холодная Вода Из-под Крана Пропущенная Через Фильтр Аквафор Ну я сюда Если не забуду Поставлю Вставочку Какую-то Это такая Чаша В которой Находится Фильтр Фильтры Там сменные Они Должны Немножко Фильтровать Воду Делать ее Мягче Давайте Проверим Действительно Ли Это Так 180 Вы видите Да 180 190 Может быть Смотрите Разница Есть По себе Мы Таким фильтром Давно Пользуемся Поэтому Разница У нас Заметна В чем Она проявляется Элементарно В том Что через Аквафор Мы допустим Заливаем Воду Через Аквафор Кипятим Чайник К примеру Чтобы пить Чай Но Накипь После Вот Этого Фильтра Остается Минимальная То есть Ее Мало И Чистить Чайник От Накипи Приходится Намного Реже Чем Если Обычная Вода Из-под Крана Как видите Значение Где-то Колеблется От 80 До 100 Разница ППМ То есть Это Еще Тот Порог До 200 Который Прикоден Для Употребления В чистом Виде Ну Как Питье Во Всяком Случае Как Минимум Рекомендую Вам Пользоваться Какими Либо Фильтрами Как Минимум Вот Таким Вот Аквафор Если Же Считать Покупную Воду То Покупная Вода Лично Сам Не Проверял Но Смотрел Отзывы Люди Писали Что Как Раз В Пределах Вот Таких Вот Пределах Где-то До 200 ППМ Это В Идеале Несколько Человек Видел Что Писали Было 150 160 В Большинстве Случаев Это 180 190 200 Это Обычная Покупная Бутилированная Вода По Типу Нет По Типу Не буду Говорить Чтобы Не Показалась Рекламой Ну Вот Так Вот В Идеале Вообще Получается Самая Чистая Это Дистиллированная Вода Где Как Вы Видите 9 10 ППМ Точно Такая Же И Талая Вода Льда Либо Снега Без Разницы Но Употреблять Я бы Конечно Не Советовал Потому Что Она Если Не Загрязнена Химически Вот Этими Вот Примесями И Металлами То Она Вполне Реально Просто Может Быть Загрязнена Другой Какой Либо Грязью Ну Как Вы Видите Что Употреблять И Что Вам Пить Выбирать Именно Вам Самая Чистая Дистиллированная Самая Грязная Это Идет Из-под Крана Не Спасает Практически Не Спасает Разница Там Минимальная Даже Кипячение Только Фильтры Только Дистиллят В общем Кому Что Пить Вы Выбирайте Сами По данному Ролику У меня Все Если У вас Остались Какие Либо Вопросы Предложения Замечания Или Пожелания Пишите Об этом В комментарии Также Будет Интересно Те Кто Уже Покупал Какую Воду Вы Измеряли И Где Вы Если Вы Пишите Там Измерял Из-под Крана То Пишите Просто В каком Городе Вы Находитесь Чтобы Люди Могли Знать Какая Там Вода Стоит Ее Пить Или Пропускать Также Через Фильтры Если У вас Есть Опыт Использования Также Вот Таких Вот Тестера Может Быть Питья Воды Дистиллированной Либо Талой Как Она На вас Там Отображается Это Хорошо Плохо Или Нет Также Пишите Об этом В комментариях Будет Интересно Почитать Как И Мне Так И Всем Зрителям Данного Ролика Ссылки На Вот Такой Тестер Я Оставлю В описании Под этим Роликом Если Кому Будет Интересно Пройдете Купите Посмотрите Какая У вас Вода Вы Будете Знать Просто Что Вы Пьете Всем Кому Данный Ролик Понравился Либо Был Полезен Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш канал И соцсети Делитесь Данным Роликом С друзьями Знакомыми Близкими Ведь Эта Тема В принципе Вполне Актуальна О здоровье Заботиться Все-таки Надо Ну И Всем Спасибо За просмотр Всем Пока